С 7 по 15 декабря в городе Якутске состоятся мероприятия в рамках проведения 8 съезда Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. В работе съезда примут участие избранные делегаты со всех мест компактного проживания представителей коренных малочисленных народов Севера. Ассоциация по праву считается одной из самых активных и уважаемых общественных организаций в России. История деятельности нашей ассоциации насчитывает более 30 лет. Константин Васильевич Роббик, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, имеет богатый опыт работы в общественной организации. В беседе Константин Васильевич выделил несколько ключевых моментов работы. В ряду положительных моментов можно отнести то, что наконец-то, как раз после предыдущего съезда была создана отдельная структура Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера, которая стабильно работает с тех пор практически в течение пяти лет. Мы прекрасно помним, знаем ту чехарду, которая творилась до этого. И вот создание и длительное функционирование этого министерства позволило запустить, скажем так, более активное использование закона об этнологической экспертизе, начал более-менее действовать закон о территориях традиционного природопользования. И те вопросы, которые мы постоянно ставим в своей деятельности, как общественные организации, они взяты уже конкретно. Есть отдельное министерство, за которое отвечает. Мы знаем конкретно, кто за что отвечает. Можем напрямую с ними сотрудничать и работать, что и происходит в последний год. Это один из самых положительных моментов. Кроме того, безусловно, радует то, что в структуре государственного собрания Илтемен сохранился постоянный комитет по вопросам коренных массов народов Севера и делам Арктики, которые также возглавляет наш сородич, наша активистка, общественница, государственный деятель Елена Христофоровна Галамарева. Это тоже положительный момент. Ну и наш институт уполномоченного по правам коренных массов народа Севера. Он уже практически в течение 10 лет действует. Я с небольшим перерывом замещаю должность второй раз. И после первого раза успешно замещала меня Лена Степановна Иванова, которая сейчас работает одним из лучших глав, я считаю, северных районов, главой Оленевского района. Ну, вместе с тем, в деятельности общественной нашей организации есть вопрос, то, что многие вопросы, скажем так, стали решаться кулуарно. Мы после пандемии ни разу не собирались в Корсовет. Можно вспомнить, как это происходило ранее. Мы практически ежемесячно, порой несколько раз в месяц собирались, встречались вместе, обсуждали самые наши животрепещущие вопросы. Все было структурировано. И вот, допустим, когда я отходил от должности ответственного секретаря ассоциации, я передал, скажем так, новым людям, которые пришли на смену мне на работу в ассоциации, целую папку документов, где по каждому месяцу какое решение, в какой момент принималось, кто присутствовал, какие вопросы обсуждались и так далее. То есть это не вопрос того, что там формализовать, там решение распечатать и так далее. Это вопрос истории. На самом деле это, я считаю, что мы как общественное движение, которое ведет свою деятельность еще в советское время, мы должны помнить об этом, какая работа проводилась и так далее. Прямо, к сожалению, в настоящий момент я не вижу это. И это очень печально, когда мы некоторые вопросы решаем через какие-то социальные мессенджеры и так далее. Теряется сама суть деятельности ассоциации, и многие вопросы остаются недоговоренными. И я считаю, что необходимо все-таки вернуться к прежнему формату, структурировать, должен быть четкий план деятельности любой общественной организации. И все решения, которые принимает Координационный совет, они должны быть доступны. В том числе у нас есть сайт ассоциации, на котором, к сожалению, опять же, только новостные сводки появляются, и мы не видим. Никакие решения принимаются Координационным советом, ни что планируется и так далее. Почему мы не можем сохранить, что делает Ассоциация Координационного Севера за прошедший год, хотя бы в бумажном виде. Я думаю, что это было бы интересно не только нам, но и как бы, оглядываясь назад, мы бы двигались вперед, то есть опираясь на те или иные достижения и так далее. Для нас всех площадки работы съезда – это возможность встретиться, пообщаться, поделиться опытом, принять важные решения, и главным итоговым документом, в котором будут аккумулированы все рекомендации и предложения делегатов и участников съезда, является резолюция. Количественно в процентах и так далее ее измерить невозможно, потому что это ежедневный процесс, который идет, та же работа по изданию учебников. Есть какие-то простые вещи, которые можно измерить, то есть количество детей, изучающих родной язык, количество школ, где ведется преподавание родным языкам и так далее. Но надо же смотреть картину в общем, то есть чтобы мы за деревьями видели лес. И если говорить в таком плане, безусловно, у правительства был разработан план мероприятий по реализации нашей резолюции, принятой 5 лет назад. И те вопросы, которые мы отстаивали, они в той или иной мере реализуются или, скажем так, предпринимаются в попытке по реализации. В том числе мы видим, допустим, на прошлом съезде мы очень активно ставили вопрос по определению национальной принадлежности, то есть чтобы документальное определение национальной принадлежности создается список коренных малышных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, Российской Федерации. Безусловно, поначалу я с одной, со своей стороны воспринимал это достаточно негативно, потому что то, что записано у нас в Конституции, то есть каждый человек имеет право определять и указывать национальную принадлежность, он не совсем правильно, на мой взгляд, реализуется, но тем не менее вот эта работа, которую проводит Федеральное агентство по делам национальности, она достаточно в положительном ключе свою роль показывает. И в будущем, когда она более-менее наполнится, потому что вот на начало года, допустим, 23-го года, из 42 тысяч представителей коренных малышных народов Севера, которые проживают у нас в Якутии, было подано более 10 тысяч заявлений. То есть, я думаю, со временем этот список будет наполняться и становиться уже более конкретным, более точно отражающим количеством людей, которые проживают у нас в Якутии, в общем, и по районам, по городам. Одним из важных моментов работы нашей общественной организации является взаимодействие с промышленными организациями, которые сегодня осваивают исконные места проживания и жизнедеятельности наших народов. Многим проблемным вопросам, связанным по взаимодействию с промышленниками, мы, конечно, стараемся помочь нашим общинам, нашим администрациям национальных наследов, помочь наладить диалог с промышленными компаниями. Но это весьма такой сложный вопрос, и в том числе, конечно, ассоциация должна и вносит свою лепту. Мы слышали, допустим, о том, что ассоциация подписала соглашение. Но, опять же, к вопросу об открытости, текст этого соглашения, я думаю, мало кто видел из наших даже активистов. Хотя, на самом деле, он должен достаточно широко обсуждаться, прежде чем подписываться и так далее. В последнее время мы видим о том, что у ассоциации налаживаются взаимоотношения с золотодобывающей компанией «НордКолд». Но, вместе с тем, я считаю, что у нас есть ряд ко мне преткновений. И прежде чем выходить на подписание соглашения с этой компанией, пусть она достаточно бережно относится к окружающей среде, достаточно, скажем так, провозглашает и действует в соответствии с принципами своей корпоративной социальной ответственности. Но, тем не менее, мы знаем, что есть ряд ко мне преткновений, без решения которых мы не должны подписывать с ними соглашения. Это, в первую очередь, касается и дела в отношении Николаева, Арсентия Прокопьевича, и соблюдения республиканского законодательства в части проведения этнологической экспертизы и соблюдения правового режима территории традиционного предопользования Тяньского наследия. С своей стороны, я посетил этот объект по приглашению промышленников и посмотрел. И, безусловно, да, они проводят все мероприятия для того, чтобы та часть, которая, скажем так, находится за пределами лицензионного участка, чтобы она сохранялась неизменно, но ведь они ведут свою деятельность, они переносят одну гору с одного места на другое и обратно. Безусловно, методика кучного выщелачивания, которую они используют, она достаточно современная, использует минимальное количество воды, ограниченное количество, то есть по новой, по новой, то есть постоянный цикл. Но, тем не менее, вы говорите, правильно говорите о том, что целые горы перемещаются с места на место. И тем более, что это места были там, где стояли, там, где были зимние пастбища, там, где были места, отелы и так далее. А как быть с делом Арсентия Николаева? Человека уже нет, а суды продолжаются. Мы не можем никак, то есть, ну, как-то повлиять на решение суда, да, потому что суд – это, скажем, одна из ветвей власти, которая не подконтрольна, независимо ни от кого. Но вместе с тем, я считаю, что вот с той же компанией Норголд, я с ними обсуждал этот вопрос о том, что они должны принять более деятельное участие, посетить судебное заседание, выступить заявлением с тем, чтобы ускорить процесс закрытия дела по реабилитирующим основаниям. И только после этого можно будет говорить о том, что мы выйдем с ними на соглашение между Ассоциацией коренных мастеров Севера и компанией Норголд. Также очень острый вопрос по охоте и рыболовству. Есть у нас закон, который защищает вроде бы права охотников, но в то же время там есть подзаконные акты, которые надо очень внимательно читать, и при любом нарушении, которое мы не считаем нарушением на самом деле, получается, что наши охотники страдают. То же самое дело Пахомова. Дело Пахомова, вся загвоздка состоит в том, что он охотился за пределами территории традиционного предопользования, мы это прекрасно знаем. Но ограничения вот эти все, к сожалению, заложены в распоряжении 631 Р правительства Российской Федерации об утверждении перечня мест традиционного проживания, традиционной хозяйственной деятельности. Он у нас, к сожалению, установлен на уровне населенных пунктов, и, соответственно, границы территории традиционного предопользования также установлены на уровне границ наслегов. По делу Пахомова, безусловно, они уже проиграли суд консессионной станции, осталась последняя станция, Верховный суд, где, надеюсь, все-таки в положительном ключе мы все-таки добьемся решения, потому что это будет вопиющий прецедент, который будет в дальнейшем использоваться судами всех уровней. И я надеюсь, что к этому делу подключится и не только наша ассоциация, которая сейчас активно готовит свою позицию, но подключится и Федеральное агентство по делам национальности, и плюс аппарат, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Что касается традиционной охоты, с одной стороны, есть постановление Конституционного суда 32П, которое властит в том, что каждый представитель коренных малышей народов Севера, вне зависимости от места проживания, имеет право осуществлять традиционную охоту. И сейчас, скажем так, у нас в республике идет поиск путей, как реализовать это восстановление Конституционного суда. Поскольку, как вы говорите, с законом, статьей 19 Федерального закона об охоту установлено в том, что мы можем осуществлять свободно в объеме добычи, необходимом для личного потребления. Но вместе с тем это никак не урегулировано ни под законными, ни нашим региональным законодательством. Федеральное министерство говорит, вот есть у вас статья 19. Места традиционного проживания охотитесь, пожалуйста. Вот в соответствии с законодательством. Но вместе с тем это не самый простой вопрос, потому что Министерство экологии, с одной стороны, обоснованно боится о том, что многие виды диких животных будут выбиты при таком бесконтрольном. С одной стороны, да. Но с другой стороны, как показывает практика, вот мы сейчас, Министерство экологии начало ставить штамп, как мы знаем, да, в охотничьих билетах о том, что тот или иной представитель коренных имеет право на традиционную охоту. Это таит в себе как плюсы, так и минусы. Потому что на начало этого года я делал тоже запрос, и там больше половины из поставленных отметок, они были представлены жителям города, центральных районов. То есть, безусловно, тут на самом деле, когда в статью 19 закладывалось это положение, речь шла о том, чтобы это право должно быть реализовано только для тех, которые ведут традиционный образ жизни, традиционно хозяйствами, занятых в охотном промысле, в рыболовстве или в оленеводстве. Но, к сожалению, Конституционный суд решил, что каждый представитель имеет право, в том числе жителей городов. И это несет с собой определенный диссонанс, но, тем не менее, решение Конституционного суда мы обязаны исполнять. И мы сейчас ведем совместно с Министерством экологии поиск путей, как этот вопрос решить. На мой взгляд, может быть, не совсем обоснованно Конституционный Конституционный суд принял это постановление, поскольку все-таки есть очевидная разница между представителями горяных малышных народов Севера, живущими там, в местах традиционного проживания, ведущих традиционно хозяйственную деятельность, круглогодично практически находящихся в лесу и так далее, да, с теми жителями города, даже возьмем со мной, да, еще с кем-то. То есть, совершенно разительно, ну, то есть, большая разница. И тут ни в коей мере, на мой взгляд, нельзя было сравнивать эти данные категории лица. А Вы себе проставили такое что? Нет. Константин Васильевич, также по рыболовству. Вроде кажется, что все стараются идти навстречу местным жителям, которые живут за счет рыбы. Они им питаются, это их рацион. Вроде как бы и законы какие-то принимаются, и какие-то деятельность какая-то бурная идет по этому вопросу. Но, с другой стороны, люди-то страдают еще больше с каждым разом. Ну, мы помним, что два года назад, когда мы проводили всероссийский съезд коренных малышных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, глава Росрыболовства громогласно объявил делегатам съезда о том, что до конца года они внесут необходимые изменения в правила рыболовства. То есть, с тем, чтобы традиционное рыболовство осуществлялось на беззаявительной основе. Это самый главный камень преткновения у нас для осуществления традиционной охоты. Помимо того, что должны подавать заявки, еще должны подавать отчетность и так далее. То есть, это целый ворох бумаг. К сожалению, мы до сих пор не пришли к решению этого вопроса. Хотя, вот предпосылки были о том, что, ну, как бы до конца года, возможно, этот вопрос решим. То есть, определенные наработки, договоренности были. Но, к сожалению, пока ВОЗ и ныне там. И, безусловно, я уверен, что на съезде, опять же, этот вопрос будет подниматься. Потому что, вот летом мы проводили съезд югагиров, на котором также этот вопрос поднимался. И руководитель территориального управления Росрыболовства четко сказал, лучше осуществлять рыболовство как любитель. То есть, она и по квоте намного больше, то есть, рыбы более чем достаточно можете добывать. И по отчетности, то есть, никаких особых усилий, там, заполнение вороха бумаг не требует. То есть, пока будет сохраняться такое положение, это трудно назвать правом на традиционное рыболовство. Потому что, ну, на самом деле, должно быть беззаявительным с тем, чтобы люди на местах могли пойти для личного потребления, для личных нужд, добыть рыбы столько, сколько необходимо. У нас очень много вопросов и по другим направлениям. Вот как уполномоченные, допустим, мы очень долго шли к соглашению, допустим, с федеральными структурами, да, которые здесь работают, с той же прокуратурой. Допустим, в этом году, к счастью, ну, генеральная прокуратура пошла на встречу. Мы встречались с заместителем генерального прокурора Демешиным Дмитрием Викторовичем. Обсудили многие вопросы, в том числе, касающиеся и традиционной охоты, и традиционного рыболовства, и многие другие, в том числе тот же перечень мест традиционного проживания с тем, чтобы расширить его. И по многим вопросам нашли понимание. Кроме того, подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Советспубликанской прокуратурой. И, ну, как бы в рабочем порядке мы и до этого осуществляли сотрудничество. А когда выезжали в районы, мы постоянно встречались с районными прокурорами, в том числе по решению отдельных вопросов реализации прав наших сородичей. Но, в том числе, в этом году мы начали более активно налаживать сотрудничество с Управлением Министерства Юстиции по Республике Саха и Якутия, поскольку мы знаем, в прошлом году были приняты изменения в закон об общих принципах организации общин, которыми был введен ряд ограничений и по участию создания, и по участию других лиц в деятельности общин. И по договоренности сейчас с Управлением Министерства Юстиции мы, аппарат Уполномоченного собирает информацию по всем нашим общинам, по членам общин, по учредителям общин. Но, к сожалению, есть ряд проблемных вопросов, в том числе то, что закон о некоммерческих организациях устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые Управление Министерства Юстиции может затребовать при регистрации общин. Там нет сведения о национальной принадлежности до сих пор, и это тоже небольшой камень преткновения. Но я думаю, мы, когда обобщим, проанализируем всю информацию сводную по общинам, мы найдем, подготовим предложение и для Федерального Министерства Юстиции, и для других органов власти с тем, чтобы эти изменения были приняты. Дело в том, что у нас в местах компактного проживания именно коренных молочных народов Севера проживают и другие люди другой национальности. То есть это могут быть детья, невестки. Вот как на них сегодня распространяются льготы какие-то. Мы знаем, что есть такая проблема, и в том числе такие обращения поступали после того, как начали ставить штампы по традиционной охоте в охот билеты. Федеральный закон о гарантиях прав коренных молочных народов Российской Федерации гласит о том, что такая категория лиц, ну на такую категорию лиц может распространяться законодательство о правах коренных народов, да, молочистых народов, но на основании законов субъектов Российской Федерации. И мы знаем такой пример у нас в Республике Саха и Путия, когда мы приняли закон о распространении положений федерального закона о гарантиях прав коренных молочных народов Севера на русских арктических старожилов, на пахачан и русскоустинцев. То есть на отдельную особую этническую группу русских политических старожилов распространили гарантии. Я считаю, что все-таки назарел этот вопрос, потому что мы не живем в закрытом суциуме, вакууме, мы проживаем в одной семье с представителями других национальностей и необходима разработка законопроекта на республиканском уровне с тем, чтобы эту категорию, скажем так, на эту категорию распространялись положения федерального законодательства. Самое главное, мы должны четко определить цели, куда мы идем. И в соответствии с этими целями ставить себе задачи и исполнять их. И плюс, я считаю, что должна быть большая открытость работы, деятельности ассоциаций. В том числе и через сайты, в том числе и через, скажем мессенджеры и так далее, то есть доступные средства коммуникации. Чтобы каждый, тем более у нас глава республики, открывая недавно площадку Якутии на форуме «Россия», отметил, что через два года вся Якутия будет покрыта высокоскоростным доступом, обеспеченным, то есть высокоскоростным доступом в сети интернет. Соответственно, чтобы каждый житель в любом населенном пункте сдал о деятельности ассоциации, чтобы мог принять участие в тех или иных мероприятиях и вместе с тем, чтобы у него не возникало вопросов, почему делается так, не так и так далее. То есть больше открытость нужна. В том числе и по решениям, которые принимает координационный совет, они должны быть доступны с тем, чтобы жители знали о том, что делается для их блага, для их развития в любом населенном пункте.